Всем привет! Продолжаем играть в замечательнейшую модификацию. DT Rerum. Последний выживший режим. Значит, помню, что я обыскал вот эту всю часть. И еще помню, что наступила кромешная ночь. Тима, вы сейчас не видите ничего. Соответственно, нужно разжигать костер. Он где-то тут есть и есть. Разжигаем. Даже что-то приготовить получится. Так что без еды явно не останемся. Конечно, плохая идея спать прям вот так на открытом воздухе. Но так получается. Радиации у нас 18. Мало вообще радиации. Неужели приделся кушать антирад какой-то? Ну, или самогонку. Куча мяса плоть есть. Соответственно, мы с вами обеспечены высококалорийной пищей мутантов. Ну, и приходится есть мутантов. А вот представьте, вы бы в такой ситуации оказались. Съели бы мясо кровососа. И прежде чем торопиться с ответом, конечно. Подумайте, ведь кровосос, он из человека произошел? Или это уже отдельный вид такой гуманоидный? Ну, тут еще ладно. Ну, снорк, вот он точно произошел. А человека мутировал. И вот захавать ногу снорка там или руку. И почему именно ногу или руку? Вот у снорка реально рука. Мясо считается. А почему не бедро? Там же больше мяса. Ну, бедро и отделять дольше, согласен. Хорошо, сварил, значит, два куска мяса. Пожарил на сковородке. Патрончики для пистолета в большом объеме есть уже нормальные. Ну, смотри, 17 радиации. 17. Это, конечно, так мало. Ну, естественным образом, это очень долго будет выводиться. А сейчас буду, наверное, минут 20-25 стоять просто на месте. Чего никому бы не хотелось. Поэтому, соответственно, я ем сало, получается. Ем сало. Кто здесь? А! Братан, ты откуда пришел? Тут никого не было. Вдруг, откуда ни возьмись, появился зомби. Ладно, спасибо. Пять патронов, еще семь. Набор для рожика, который... Зачем я его с собой беру? У меня есть спички прекрасные. Вопросов нет. Плюс патроны к калашу. Не откажемся. Да, значит, едим сало. Получаем почти полное насыщение. И 180 радиации. К сожалению, придется тратить самогон. Хочешь, не хочешь. Он хорош тем, что он еще калории дает дополнительно. Ой, как... Так ему нравится пить этот самогон. Другого варианта нет, кроме как поспать. Спим до часов восьми. Вот и все. Очнулся. Солнышко светит. Калорий не хватает. Ноль радиации. То есть, смотри, сейчас получается не очень хорошая ситуация. Я даже не насыщусь, кстати, полностью. Не насыщусь. Да. Я съедаю сало плоти. Это примерно до сюда получу калорий. Еще и использую антирад. Который маленько калорий отнимет. Вот так вот до сюда. И будет у меня вот столько калорий. Примерно. Что очень расстраивает. Но других вариантов на текущий момент нет. Муносливость ноль. То есть, я буквально буду ходить. Давайте посмотрим как. Ну, так вот. Конечно, можно пока что на это позабить. Пока мы не найдем там, условно, комплект приготовления пищи. Приготовить еще один кусочек. Здравствуйте. Кто где? Где-то на меня собака там рычит. По ту сторону. Э, на это внимание не обращай. У меня другие цели. Так, вроде бы под мостом должна быть какая-то нычка. В то же время там может быть радиации много. Очень хватает энергетиков. Большая ошибка все-таки, что я их не взял. Они бы значительно помогли. Смотрим, растет радейка? Растет. Все, ясно. Там взломчик вон тусуется. Куча мутантов. Ё-моё, что происходит? Взломчик бежит ко мне. Сейчас главное сориентироваться. Собачка тоже бежит ко мне. Мочи, конечно. А как же еще? Ну-ка. Опять пси-собака? Слушайте, а где пси-собаки? Они как будто бы стали какой-то редкостью в одночасье. Рука, плотная нить, туша, старая монета. Ну, плотную нить можно еще синтетическую взять. Она в некоторых крафтах используется. У тебя что? Часть шкуры? Нет, это псевдо-собака была, не пси. Не повезло на мясо. А у нас там есть еще одна. Но это уже пси, и походу ее изломок очурил. Поэтому мы слышали всякие звуки тут страшные. Клык. А что мы думаем по поводу моста? Идти или не идти? Радиацию хапнуть, конечно, не хочется. Но с другой стороны, вдруг там тот же самый комплект приготовления пищи. Мне нужно, конечно. Я понял, тут ничего нет. Две радиаки хапнул. Ничего страшного, ладно. Так, тогда что получается? То, что кто-то рычит. Вон там собака. Получается, что в этой стороне тоже есть тайники. Можно пройти эту сторону до завода. 49 килограмм. Еще как бы можем себе позволить. В носове здесь, конечно, очень тратится. То есть бегать невозможно. Тайничок. Понял. Это кто там? Это собака. Сдалека показалось кровосос какой-то. Да ладно, ты уже ко мне бежишь? Пусть подходит, что ли? Я их вот тут на мостике буду встречать. Та решила убежать. Мудрое решение. Кстати, тут какое-то бревно. Оно не обыскивается случайно, мало ли? О, зомби. Ребят, вы пораньше бы пришли. Не, бревно не обыскивается. Но все-таки хорошо, что я обернулся, потому что зомбиаки. Хотя ладно, они в эту сторону все равно идут. Я как раз тоже туда. Для дроби я, конечно, патронов очень много нашел. У меня уже их 30 с чем-то, слушайте-ка. Плюс сжекан есть. Для пистолета тоже большое количество патронов. С этим проблем вообще никаких. Собачье мясо мне надо? Да как будто нет. Ребят, как она повисла смешно так, на морде. А лапки внизу есть. Ничего. И ты, соответственно, туда же. Ну ладно. А где тут тайник? Он прям там совсем в углу. Я не помню тайников. Да и не хочется туда идти. Что за звуки? Рада, 4 штуки. А вот тут где-то в камушках я точно помню, что я еще был. Там тоже что ли зомбики вдалеке? Короче, много их вокруг. Молодцы. Так и надо. Попадайте в аномалии, пожалуйста. Чтобы мне поменьше досталось. Во-первых, тут, смотри-ка. Ага. Ну это похуже, чем то, что есть у меня. Ух ты. Зато 16 нормальных патронов. Это очень хорошо. А тут то. Че-то скелет. Кого-то жестко порвало. Ну и смотрите, в ту сторону аномалия. Я реально не помню, чтобы там были какие-то тайники в чистое небо. А я напомню, что DT-R на основе карты с чистого неба сделано. То есть все тайники тут никак в ТЧ, а как в ЧН лежат. А они по-разному лежат. Есть общие тайники и в той, и в той части. Но очень многие из них изменены. Костяшка чья-то. Ой, ты ема. Ну ладно, пойдем. Не помню, не помню. Нет тут тайника. В камнях, не в камнях. В любом случае, я сюда сходил не просто так. 16 нормальных патронов, 9 по 17. Так это вообще сказка. Ну вот даже, блин, он нашел. И даже... Ох-ох-ох-ох, смотри. Пулемет. Ну конечно, это совсем не нужная вещь для прохождения. Какой-то, блин, пулемет. Зачем он нужен? Но тем не менее. Так, по мелочи берем, что тут есть. О, вообще ПКА пустой. Но ПКА это, по-моему, хуже, чем ПМА. Да. Поэтому брать его, честно, 800 грамм весит, но... Пока возьмем, потом выкинем. Да тоже зачем, блин? Во, какой радиозащита 17. Артефакты на радиозащиту тут очень крутые. Все остальное, пожалуй, оставлю. Ну и как всегда, как вы думаете? Ответьте сами себе. Мне выпадут инструменты сегодня? Они мне, конечно, уже не нужны. Ну именно грубая работа. Потому что они у меня есть. Но, во-первых, нам нужна тонкая. А, во-вторых, в принципе, интересно. Нам вообще выпадет. Потому что пишут, что... Мануэль, я тоже скачал ReRoom. Такой же, как у тебя. Мне выпали инструменты. Такие отзывы я получаю. Ну, представляете, а мне не падает. То есть я настолько невезучий. Не я, а конкретно мой персонаж Серега Мощеный. АКМС. Как положено, убитый. Но патрончики. А, ну единственное, что я с пулемета-каллиматор не снял. Вот это, может быть, не очень хорошо. Надо было взять. Ну ладно. Каллиматоры часто падают на этих литовках. Кстати, смотрите. На острове зомбиаки. То есть это те, которые шли тут. Решили, значит, они пойти на остров, пока я там копался. А вон и другие. Вообще красота. Так, ну давай, наверное, как-то к ним подойдем. Как только начнем замечать, начну палить. В общем-то, тут они как-то... О, все, давай. Тут они как-то странно работают. То есть они тебя видят, но не сразу начинают стрелять. А если начинают стрелять, половину мимо. То есть это я замечал всегда абсолютно было в ДТРе. То есть как-то они очень странно стреляют. Ну, может, типа они зомбиаки, вот. Косые туда-сюда. Может быть, может какая-то логика тут просматривается. Ну и тут такой момент. У меня в голове созрела кое-какая мысля. Я к ней пришел, наблюдая за игрой. Значит, смотрите. Для этого мне придется перезагрузиться. Для того, чтобы вам объяснить, чтобы вам было все понятно. Мы сохраняемся сейчас с вами. Мочим этих дурачков. То есть сейчас вы обратили внимание, что у этого типа было ружье. Видели? Видели? У него упало ружье. Вот это подобрал. Сейчас мы заглядываем к нему в адвентарь. Ну, он сам был с мусинкой. Вот я его только что подобрал. Сейчас мы заглядываем к нему в адвентарь. У него есть ружье и патроны к нему. Вы понимаете, к чему я сейчас слоню или не понимаете? Сейчас перезагружаемся. Я думаю, это позволительно, потому что тут эксперимент идет. И теперь, что я хочу до вас донести. Когда к кому-то из зомбей попадает оружие какое-то, то к нему тут же в инвентаре поспавниваются патроны. Это поразительно, но это так. При этом у них нет вторых пушек. То есть, допустим, вот у этого с мусинкой пистолета нет. Только если он подберет. А причем они подбирают все. То есть, в ТЧ NPC подбирают только оружие, если оно лучше, чем то, что есть у них. И тогда они там подбирают и меняют. Тут ребята подбирают абсолютно все. То есть, опять же, вот он с ружьем. У этого пистолет, у этого мусинка. Убиваем человека с ружьем. Все, видим. Только что кто-то подобрал его. А, нет, он его в руки не взял. Но либо этот, либо этот подобрал ружье. Мочим вот этого. Гангстера. Или давай мусинку. Мусинку давай мочим. Видели? Мусинку подобрал этот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты не еще больше. И, соответственно, мы теперь смотрим. У этого есть ружье. Берем ружье. Запоминаем, что у этого типа не было ни мусинки, ни ружья. Сейчас кидаем ему ружье. Он его подобрал. Все, бить и эф. Все, ружья рядом нет. Мы убиваем его. Заглядываем к нему. Ружье и патроны к нему. Вот, появился патрон. Также появились патроны к мусинке. Ну и, соответственно, у него был вот этот ПМ, который я только что с него подобрал. Мусинка причем заряженная. Вы вообще понимаете, какое огромное пространство для обуза? Вопрос теперь в другом. Мы будем заниматься этим обузом или нет? То есть, ну я сразу отвечу на вопрос. Я считаю, что можно. Почему? Потому что, как я и говорил, в оригинальном ДТРе ванильном было очень большое раздолье для фарма-патронов на кладбище брошенной техники. Ну и вообще, везде, где есть снорки. Потому что со снорков у каждого второго падала целая пачка патронов. Пачка. Пачка патронов у каждого второго снорка. Пачка 5,45. И там будет 30 5,45 патронов. С одного снорка. Но, опять же, это не всегда встречалось раз через раз. Или, допустим, там пачка 9,18. То есть, 20 патронов. 9,19. 20 патронов, там, или 30, не помню, пачка. Но суть вы уловили. Тут такого нет. Поэтому я считаю, такой обуз позволителем. Тем более, что я его делаю с риском для жизни. Тут тоже стоит отметить. То есть, это не просто какой-то там обуз перезагрузок, которым я не занимаюсь. Как вы знаете, чтобы тайники не обужу. То есть, я не сохраняюсь перед тайником. Не заглядываю туда. О, броня. Но она плохая. Надо перезагрузиться, чтобы качество обновилось и выпало лучше. Такого я не делаю. Но, конкретно, если бы я так делал, это не опасно. Не несет рисков. А вот это то, что можно делать, это несет риски. Потому что мне надо подойти к зонбу, скинуть ему пушку, и я могу умереть. Потому что он может у меня попасть. Вот. Все, вроде все высказал, что хотел. То есть, получается, вот что мне нужно. Допустим, я хочу, конечно, фармить дробь. Вот, пожалуйста, я только что четыре дроби где-то подобрал щелов на ровном месте, на пустом. То есть, опять же, ищем зомбу, подходим к ним, они тупят. Мы с вами это видим, знаем. Они сразу что-то... Ой, радиация растет. Мочим их и подбираем. Вон, пожалуйста, зомбики идут. Но мне туда уже не надо. Блин, они еще в аномалии, что ли, умирают? Что звуки? Радиация 19, 20. Да вы что прикалываетесь? 22. Давай дальше. 36, 37, кайф. Ну и долго это будет продолжаться? Типа, докуда? На заводе тоже, да? Я правильно понимаю? 60, 61. Ууу, кайф. Колючка, артефакт. 68, 69. То есть, тут вот активное место. Типа того. О, мне такое не надо. Ну, пожалуйста, чел, подходим. Ружье подобрал. Ликвидируем. Смотрим. Ага. Подожди, сейчас я тебе тоже дружил. Видели? Четыре. Тихо, 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 подожди. Вот так делаем. Он подобрал, он подобрал. Вот так делаем. Смотрим в комментариях. Четыре дроби. Это просто какая-то... Это велисимо. Это абуз, к которому я пришел сам. Ну, я сейчас не говорю, что я какой-то гений. Я уверен, что много кто об этом знает. Я к тому, что я не читал это из комментариев. Он подобрал. Смотрим. Два жекана. На этот раз не дрот. Это просто невероятно. Радиация 150. Я понял. Кайф, больше ничего не скажешь. При этом, что я тут найду вообще? Ну, вот куста. Ну, придется, кстати, ее прямо сейчас использовать, между прочим. То есть, без вариантов. Ну, не прямо сейчас, может быть. Сколько она дает? Минус 132 радиации. 60 секунд. Сейчас, секундочку. Маленько, пока не суетимся. Ну, вы поняли, короче, какой замечательный абуз. И опять же, я считаю его использовать оправданным. Во-первых, я до него сам додумался. Что не делает меня гением, если что. Я сейчас там не выделываюсь. Просто сам факт. И вот Олейха это несет риски. То есть, мне надо подойти к зомби и кинуть ему пушку. В этот момент он может меня замочить. То есть, абуз с риском для жизни. Но такой вот момент. В общем, ладно, вы пишите. Я пока этим не сильно воспользовался. Пишите, воспринимаете ли вы это. Может, вам будет противно смотреть. Фу, абузер, арбузер, там, туда-сюда. Если вы напишите, что нет, это все фигня. Кстати, водку уже надо пить. То я не буду этим пользоваться. О! О! Слава, монолиту! ЧН3Б. А у меня какой, кстати? ЧН2. То есть, этот еще и лучше. Ой-ой-ой. 58, подожди. А лечит 40, по-моему. Да. Наконец-то мои страдания закончены. Наверное. Это выдумаю. Еще раз. Сколько у меня там? 58. У нас даже с собой есть этот шойный набор для брони. 40 лечит. На 14% увеличивает базовое состояние. Это просто офигенно. Так, что-то мне еще тут нужно. А не особо как-то... Ну так, можно, конечно, подобрать. Патрики. ТТ, кстати, хорошая. Ну я выкидывал в какой-то момент ТТ. Ну, кстати, ну опять же, можно будет обузить патроны, если ты хочешь. Какой-то определенный ствол. Правильно? Правильно. Ё-май. Я вот пока, как видите, дропи обужу. Вот такой вот я шалун. Скажу мягко. Что есть у нас? Для дробовиков. Для пистолетов. Для пистолетов, кстати, можно взять, чтобы ТТ тоже вычинить. Он, кстати, у него еще идеальный. У него неисправности нет. Его чисто вот только... Так, починить. Тут у нас все прекрасно. Так, вы перегружены. Это понятно. Что делаем тогда? Ну, вычинили. Во-первых, давай посмотрим удобность. Хотя, какая, блин, разница? Средняя удобность. Тут какая? Низкая. Ооооо. Это значит, у нас еще ниже выносливость будет. Но опять же, а что делать? Тут зато защита намного лучше. Уже видно вот зеленые полоски, насколько больше. То есть хочешь, не хочешь, ну а как поступать? Давай, для ремонта брони. ЧН-3Б. Титановую сетку точно нет смысла тратить. ЧН-3Б. 14%. Он будет с 58 до 70... 82. Это нормально. Там уже клеем можно вычинить дальше. Так еще и можно сейчас нацепить что-то. Универсальный шейный набор сразу. Кстати, у нас их много. Старый молоток, баллон с газом. Железную пластину 5% не очень хочется тратить. Все-таки я их использую. Но хотя я их использую как защиту там от мутантов тех же самых. А тут у меня уже будет защита выше. Сама по себе. Ай, не знаю. ПКА пустой. Кста, ПКА пустой. Ремонт боевых шлемов можно тоже использовать. Слушай, наверное, ПКА пустой надо использовать. Я объясню. Потому что вот этих модулей очень много. ПКА это хуже, чем ПМА. Этих модулей одним местом жуй. В каждом тайнике падает артефакт в модуле. То есть потенциально это можно взять. И когда ты будешь кушать, то есть все равно радиацию выводишь больше, чем покушала из мутантов. Ты достаешь арт, выкидываешь арт. И от себя оставляешь ПММ. Или как он называется? Я уже забыл, блин. ПМА. Во, ПМА точно. Поэтому. Да. С помощью этого чиним. Применить. И во-первых, сейчас радиация меньше будет. Вы сейчас заметите, это будет обалденно. У меня радиация сейчас не так будет пробивать. То есть какая там защита? Тут 8. Ну все, молитвы были услышаны. Надеваем. По контейнерам я не понял, если честно. Больше и меньше. Что у меня все время с этим проблемы какие-то. А тут нигде не написано, да? Ладно, не важно. Броньку выкидываем. Используется при ремонте снаряжения плюс 30. Вот, я не увидел. Блин, а вдруг ее снять можно было? Ладно, все, не будем, не будем этим заниматься сейчас. Это уже перезагрузки какие-то идут. Просто, получается, если бы я ее снял, то скорее всего я бы ее мог использовать при ремонте, дополнив эту броню. Получается так? Вроде так. И тогда, конечно, это было бы выгодно, но уже все, птичка улетела. Ну и не страшно как бы. Тюбик клея, опять же, видимо, с 90 это лечит. Кстати, тюбик клея тюр, а что он только один? Момент. А, ну вот это тоже самый тюр, просто он один. Опять ЧН-3Б. Ну правда, опять же допы. Подожди, так ты возьми. А вот сейчас можно это использовать? Или он только с набором используется, Швейн? Вот в чем вопрос. То есть также тюр, ЧН-3Б. Смотрим. Ну не, вот тут нет, кстати. Кто-то топает, кстати. Я слышу. Ну, кстати, нет его тут. То есть, возможно, все-таки броньку можно использовать только при каких-то обстоятельствах определенных. Тогда давай, до свидания. Вот это, кстати, нельзя для ремонта использовать. Вышедший из строя сканер. Да, возьмем это, возьмем это, возьмем это, возьмем. Сейчас возьмем все, что можно только взять, для того, чтобы потенциально подчинить себя маленько. Так, а что у нас там по модулю? Вот это, кстати, очень крутой модуль. 93, он долго держит. Радиозащита до сих пор шикарная. Ну не, полевой набор мы по-любому должны оставить. Армированный брезент в лист. Можем потратить. Плюс 15. То есть, уже будет сколько? 97. Ага, как вам? 97%. При этом мы обратно натягиваем сетку, у которой эффективность не падает. Кстати, сетка это вообще прекрасное творение. Дальше натягиваем антирадиационную защиту. Что у нас там еще было? Я уже забыл. А, два блока у таких. Они, конечно, опять же, дебафают электрозащиту очень сильно. Но сами по себе они защиту от пореза дают. От взрыва броню. То есть, может, поэтому я и жил неплохо. Чтобы он нацепил этих костюмов. Кстати, мне радует, что в ДТР полоска брони тоже изменяется. Я помню, раньше играл в чернобыльный стасон какой-то там. В древние годы. И там попадался тебе артная пулестойкость. Ты его надеваешь, блин. А пулестойкость не меняется вот тут. Это прям была такая грустная ситуация. Так, что я там хотел еще? Пистолет починить вот этим вот. Но это для вычинивания неисправности, конечно, ремнобор конкретный. Давай пока его не будем тогда тратить. Фух. Ну все, здорово, ребят. Эту броньку я все держал. Вдруг думал, можно использовать. Килограммчиков еще и больше поднимаю, между прочим. Что по роде? Она теперь, возможно, вообще расти не будет. Видите, она не растет, каста. То есть тут есть радиация. Я сейчас облучаюсь, но радиация не растет. Из-за того, что у меня уже такой высокий уровень рады. Елки-палки. Но в носке есть, конечно, тайт. Кого? Чего? Я присасываюсь? Вы видели, я присасывался сквозь стену? Так, а тут место для шлема еще есть. Ё-моё, еще шлем, если найти. Вот это суперудачная серия. Суперудачная серия. Наконец-то я нашел броню. В этом, может быть, и есть плюс того, что здесь броня не падала. Так долго. Вот это сейчас был прикол. Я бы сейчас смог умереть каста. У меня ноль защиты. Это вот минус того, что броня... А на Марии не слышно, слышите? Еле-еле-еле. Так вот, в этом есть свой плюс и азарт. В этом моде, что спаун действительно хуже. Но это факт. Но зато когда падает, ты рад. Но, конечно, я бы все равно поиграл в ванилу. Ага, я понял, вопросов нет. Хорошо, что существует болт в сталкере. Ну не, ребят, тут без вариантов. К сожалению. Я не знаю, что там. Там может быть и броня прямо сейчас, которая лучше будет. Но я напоминаю, мы играем в одну жизнь. Ну видите, там прямо конкретно. Не, все. Банка с ламом, плотная синтетическая нить. Может, пройдет выброс, пока я тут буду ходить. Аномалия передвинется, но пока что не вариант. Так, там ящиков никаких. Не, как же нам повезло с броней. Это просто великолепно. Наконец-то мне выпала, во-первых, броня. Во-вторых, чинибельного качества. Если еще и шлем выпадет, тогда у нас выносливость и правда будет вообще. Если шлем. Но опять же, поговаривают, что... Опа, во-первых, для боевых шлемов опять. Это, между прочим, редкое явление. Поговаривают, что арта на выносливость дебафают калории. Вот только то, что я хотел сказать. Вот оно, пожалуйста. И то есть, и так голод наступает. А представьте, теперь еще и ходить калории тратить. От артефакта дополнительного. А тут это главная, по сути, сложность в этом моде. Это конкретно то, что у тебя наступает голод. И тебе нужно постоянно быть в поисках, чтобы найти еду, прокормиться. Туда-сюда. То есть, в этом есть проблема. И поэтому я не могу себе позволить арт на минус калории. Я не помню, как в оригинальном ДТРе. Тоже ли там арты на выносливость дают минус калории? По-моему, да. Но это, короче, недопустимо. Я думаю, вы понимаете. Не, видишь, все-таки... Что сначала так сильно расстроился, когда пошел сюда. Думал, ну вот, роды нахапаю сейчас. А вот... А, да. А, ну конечно. Ну конечно, когда не надо. Да? Когда не надо, тебе будет, брат. Сколько хочешь. И пушки вон какого качества падают. Кстати, вот это можно взять. Потому что у меня 5.56 много. Деформируемый курок вообще неисправности, по сути, нет. Да и это можно взять. Ёлки. О! Приехали. Хорошо, что состояние после взрыва не падает. Вот это, кстати, очень топовая вещь. Это очень топовая вещь. Чего-то мне стало переть, ребят. Экипларовая пластина, это прапнутая вот эта. Железная пластина. То есть, видите, она дает минус 20 электрозащиты, все остальное по 4. Это все по 6. И еще и нет дебафа. Да, абсолютно те же статы. Имеется в виду порез, взрыв, броня, гашение. Но лучше. Это просто прекрасно. Это сразу одну пластину можно заменить. Вот, пожалуйста. Еще и у нас теперь 4 полоски защиты. По поводу брони не знаю, что делать. Так, ну, опять же, я не заберу пушки. Я уже на перегрузе. То есть, только это, если сейчас брать, идти быстрее и быстрее к нычке. Около перехода. То есть, так. Я уже на перегрузе. А тогда вот это выкинем, что ли? Так, а по поводу броньки. Я просто не знаю, если она будет полностью починена. Она лучше моей будет или нет? Вот в чем вопрос. Блин, какая крутая серия. Мне так прямо сейчас нравится. Мне такой азарт появился. Такой кайф играть. А не вот это вот унылое. Когда ты ходишь, ходишь, тебе нифига не падает. Кстати, здорово. А я что сюда пришел? Я хотел что-то выкинуть. Ну, собственно говоря, вот эти два ствола. Вот. Вниз. Эти баллоны вниз. Чтобы подобрать. Чтобы тут долутать уже тригики вот сверху. Ну и броню я хочу все-таки взять. Пока, по крайней мере. Починить ее полностью. То есть, может быть, она все-таки будет лучше моей. Хотя, тут слишком большой разрыв. То есть, на 50% она сломана. Ну хорошо, прибавим 50% к статам. Лучше она не будет. Но у нее есть плюс в том, что удобность средняя. Ну, кстати, вот класс бронезащиты надо сорить. Торс 2, плечи 1. Отсутствует, отсутствует. Колени голени 1, ступни 1. Торс 3, плечи 2. То есть, уже. Торс 2, плечи 1. Видите, да? То есть, уже это лучше. Но это бронник такого класса. То есть, это тяжелый штурмовой комбинезон. Видишь, а это что? Средний бронекостюм. То есть, разница ясна. Но пока взяли. Окей, пока взяли. Потом выкинем, разберемся и так далее. Эти пушки оставляем. Слушайте, сегодняшняя серия самая лучшая из всех, наверное, да? Или предыдущих. Я прям невероятно рад. Я прям сейчас такой выброс эндорфинов чувствую. Невероятный. Что, наконец-то, бедить честно, без всякой фигни. Что бы тут ни происходило, я не использовал никаких вот этих мерзких приемов с перезагрузками. А честно выбил костюм. Это просто прекрасно. Ладно, последний. Даже... Ох. Ёп. Моё. Ясно всё. Подкрутка, ребят. Это однозначно подкрутка. Опять же, прапнутая пластина, по сути, выпала. Кевларовая. Ну, это не прапнутая, это кевларовая. Это железная. Кевраловая луша. Всё, у нас ещё теперь электрохорошая. Так ещё два по шесть. Посмотри, насколько он прибавляет разрыв. Разрыв и броню. То есть, мутанты теперь нападут и офигеют. Забираем, опять же, остальные все приятности для дробовиков. Но это я уже не... Ну, хотя, разгрузился маленько. Что ещё можно взять? Черевички вроде не нужны, их станет здесь. Они как при ремонте снаряда используются. Не особо-то и нужная вещь. Как мне кажется, кстати. То есть, могу ошибаться. Остальное из этого не надо. Так, ещё тут есть нынешки. Вспоминаем быстро. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова